Субтитры делал DimaTorzok В ближайшие полчаса будем подводить итоги вместе. Ставка на совместные проекты. Хотелось бы, чтобы наши соседи это место заняли. И чем ближе наверх, тем лучше. Мы к этому готовы. Мы готовы участвовать. Роман Старовойт провел встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Своих не бросаем. Подготовка инфраструктуры для ремонтных работ. Завоз материалов, техники, персонала. Этим мы сейчас занимаемся. Администрация Курской области официально оформила шефство над Первомайским районом Донецкой Народной Республики. Не виделись больше 10 лет. Теперь все будет хорошо. Теперь я без пожилы тебе. Роман Старовойт помог Курянке эвакуировать ее дедушку с территории ДНР. Рано утром 6 июня вооруженные силы Украины вновь обстреляли из миномета поселок Теткино Глушковского района. Раненых и погибших, к счастью, нет. Основной удар ВСУ наносили по местному мосту. Там серьезные повреждения. Во всех квартирах выбиты окна. Сгорели все сараи. Фото и видео с места разрушения публиковали местные жители и губернатор Роман Старовойт. Двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом с ним пострадали больше остальных. Там полностью выбило стекла и посекло крышу. Кроме того, сгорел автомобиль. Повреждения получил и сахарный завод. Последний раз он подвергался ударам ВСУ 19 мая. Мост через реку Сейм починили уже на следующий день после обстрелов. Ремонт ведут и на других участках, в частности. Восстанавливают крыши, окна и кирпичные кладки. Работы планируют завершить за пару недель. 20 лет существуют деловые отношения между Курской областью и Республикой Беларусь. В июне 2022 года они стали еще ближе. О более тесном сотрудничестве губернатор Роман Старовойт договорился на встрече с президентом соседнего государства Александром Лукашенко. Это не просто товарообмен. Речь о создании совместных бизнес-проектов. С подробностями из Минска моя коллега Ангелина Рязанцева. Утро началось во Дворце независимости. Роман Старовойт встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Глава государства пообещал содействие во многих сферах. И капремонт жилья, и поставка лифтового оборудования, и очистка воды. Насколько я понимаю, вы приняли там амбициозную задачу по своему плану развития в десятку лучших регионов в IT Российской Федерации. Достойно. Хотелось бы, чтобы наши соседи это место заняли. И чем ближе наверх, тем лучше. Мы к этому готовы. Мы готовы участвовать. Дальше погружаемся в IT-технологии. Курская делегация побывала на международном форуме ТИБА-2022. Мы поучаствовали и в деловой программе, подписали несколько соглашений, и в выставочной. Юго-западный университет показал белорусам свой знаменитый экзоскелет. Да и посмотреть было на что. Наша съемочная группа, например, познакомилась со Стивом. Это робот-консультант. Он стоит у нас в инновационном центре. Он встречает наших гостей, провожает их в конференц-зал, рассказывает истории, рассказывает истории о компании, предприятии. Может пошутить, потанцевать. И снова промышленный туризм. Отправляемся на Амкадор. Предприятие выпускает машины – строительные, дорожные, лесные, коммунальные и сельскохозяйственные. Нам все это надо. Договорились открыть дилерский центр в Курской области и завод. Так что со временем у нас, возможно, появится свой Амкадор. Сейчас, когда рынок нам освободили западные страны, мы понимаем, что белорусские предприятия активнее работали в части импорта, замещения. Поэтому цена сейчас у вас очень хорошая, очень конкурентоспособная. И под занавес еще одна деловая встреча с премьер-министром Романом Головченко. Ключевые точки взаимодействия обозначены. Следующий шаг – воплощать планы в жизнь. Нас всегда связывала дружба с Белоруссией, но буквально за пару дней она стала значительно ближе. Курская область поможет восстановить школы, детские сады и больницы Первомайского района Донецкой Народной Республики. Администрация региона посетила населенный пункт Мангуш, где официально оформила шефство над районом ДНР. Впервые о таком сотрудничестве Роман Старовойт рассказал на планерке 16 мая, а в начале июня лично посмотрел на объем работ и отметил. Что сегодня мы по-человечески не можем бросить своих в сложной ситуации. Впервые с конца февраля детский сад в Мангуше готов принять маленьких воспитанников. С первых дней проведения специальной военной операции дошкольное учреждение стало местом временного размещения для беженцев Мариуполя. Сейчас благодаря помощи Курской области здесь обновили потолки и сантехнику, покрасили стены, отремонтировали вход и благоустроили территорию. Детки ждали, действительно, садик закрыт. Самые события мы этим пришлось здесь ПВ размещать, почему мы сегодня открываем. Пункт временного размещения, когда люди пошли, вот волной, открыли двери садика и пустили всех, кто обнуждался. К первому сентября планируют завершить капитальный ремонт местной школы. Здесь учатся порядка 500 детей. Построенная в 1903 году, она нуждается в омоложении. Подрядчик уже вышел на работу, ему предстоит достроить спортзал, заменить инженерные сети, провести внутреннюю отделку. Куряне помогут и с оборудованием, чтобы дать детям возможность получать качественное образование. Работу по помощи району администрация региона будет вести поэтапно. Подготовка инфраструктуры для ремонтных работ, завоз материалов, техники, персонала, этим мы сейчас занимаемся. Есть приоритет второго уровня, это то, что нужно сделать в краткосрочной перспективе, то есть до наступления осенних холодов. Потому что важно, чтобы все у нас находились в тепле и особенно объекты социального, культурного назначения. Роман Стравоид успел заехать и в местную библиотеку, чтобы передать жителям Первомайского района подарки от курян. В ДНР прибыло 20 тонн гуманитарной помощи. В коробках не только продукты и медикаменты, много книг. Жители ДНР признаются, что с детской литературой и учебниками на русском языке были большие сложности. Курская область продолжает помогать восстанавливать мирную жизнь в Первомайском районе ДНР. Накануне в составе делегации, которая посетила республику, был и руководитель штаба «Молодая гвардия Единой России» Дмитрий Березин. Сегодня он гость в нашей студии. Дмитрий Станиславович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, как прошла поездка? Насколько, по вашему мнению, она была продуктивной? Что удалось увидеть своими глазами? И как в целом обстановка в Первомайском районе сейчас? Вы знаете, обстановка, слава богу, уже спокойна на территории Первомайского района ДНР. Люди уже потихонечку привыкают и возвращаются к мирной жизни, к полноценной. То, что касается поездки, мы проделали достаточно большой объем работ. То есть у нас была большая делегация достаточно от Курской области, которая осмотрела все объекты социальные, которые необходимо восстановить, которые необходимо отремонтировать. Мы оценили объем необходимой помощи, которая нужна жителям района. Как вас встретили местные жители? Что рассказывали? Чем делились? Ну, люди рассказывали о том, что им пришлось пережить. Те вещи, которые они действительно терпели на протяжении последних нескольких лет. Ну и все-таки они, надеются, уже хотят спокойствия и полноценной жизни. Первомайский район относительно не такой уж большой по площади, относительно каких-то городов. Но, тем не менее, обстрелы тоже были в относительно немногочисленных количествах. Не так, как в Мариуполе и в других городах. Но, тем не менее, тоже прилетало в населенные пункты района. Поэтому и главный райцентр – это Мангуш. Туда тоже несколько десятков снарядов прилетало. Мы сами как бы лицезрели датам последствия обстрелов. Обстрелы велись там регулярно. То есть это были и минометы, и артиллерия. И мы видели то, что даже сравнительно небольшая воронка, у нее радиус поражения достигает нескольких десятков метров. Курская область помогает восстанавливать детский сад, школу. Насколько сильно были разрушены учреждения? Что уже сделано и что еще предстоит сделать? Детский сад, в принципе, отремонтирован полностью. Как раз к приезду 6-го числа мы его открывали. Помимо этого привозили от Курской области. Было привезено более 20 тонн гуманитарной помощи. Это и детские игрушки, и книги, и продукты питания, и стройматериалы, которые там не все есть. Поэтому в любом случае работу мы не заканчиваем. Дальше мы обследовали пока только те объекты, которые предстоит отремонтировать и привести в надлежащий вид. Дело в том, что Первомайский район, он по численности с весны фактически удвоился. Потому что очень много беженцев. Некоторые люди вернулись в Мариуполь, в Торджи. Но много людей осталось. Поэтому такие социальные объекты, как детские сады и школы, на них идет повышенная нагрузка. Они в принципе даже были некоторые социальные объекты пунктами временного размещения. Но сейчас ситуация стабилизировалась. Но тем не менее люди хотят вернуться к нормальной жизни. И отдать ребенка в садик. И к первому сентября отдать детей в школы. Поэтому, естественно, такие объекты в первую очередь необходимо привести в нормативный и рабочий вид. В любом случае мы будем работать с Первомайским районом, с руководством Первомайского района долго. Пока мы не восстановим полностью инфраструктуру. Мы еще не сказали про дороги, которые были разрушены. Это сейчас тоже будет подшествием Курской области выполняться ремонт. Поэтому в любом случае, пока мы полноценную работу не проведем по приведению в нормативный вид социальных объектов, дорожной инфраструктуры и всего остального, мы там будем работать постоянно. Дмитрий Станиславович, спасибо, что уделили время, стали гостем нашей программы. Всего доброго. Спасибо. Спасти нельзя оставить. Губернатор Роман Старовойт помог Курянке эвакуировать ее дедушку с территории ДНР. 71-летний Иван Сергеев жил на Украине и с 6 февраля не выходил на связь с родственниками из Щегровского района. Внучка пенсионера Наталья Минаева обратилась за помощью к главе региона. И 6 июня, спустя ровно 4 месяца после потери контакта с дедушкой, смогла снова обнять родного человека. Они не виделись больше 10 лет. Последний раз Иван Анатольевич обнимал внучку Наташу, когда она была совсем ребенком. В ДНР он жил с супругой. Когда она умерла, он пытался связаться с родными из Курской области, но безуспешно. Из-за активных военных действий в ДНР не было ни связи, ни даже воды. Магазины не работают, ни аптек, нигде лекарств не было. Все побито, все разрушено. Еще что-то. Да все. Отключили свет, отключили воду. Все подключали. Ничего не было. С Курянкой связались родственники погибшей жены и сказали, что дедушка остался один и просит о помощи. Наталья обращалась в разные инстанции. Последней стал губернатор Роман Старовойт. Мы не думали, что все будет настолько быстро, что нам настолько быстро смогут помочь. Мы очень благодарны всем. Это действительно было неожиданно, потому что мы думали, что этот процесс затянется на долгое время. А получилось все так быстро, что мы даже не успели понять эти эмоции, ощутить. Теперь они снова вместе. Символичная встреча на границе России и ДНР и домой. Туда, где очень любят и давно очень ждут. От воспитателей до инженеров. В Курске продолжают трудоустраивать граждан, прибывших с территории Донбасса и других областей Украины. На сегодняшний день работу уже получили 40 человек. Многие из беженцев уже не первый месяц в поисках приемлемой работы. Сотрудники центра занятости каждую неделю бывают в пунктах временного размещения и предлагают трудоустроиться. Запросов от граждан много, поэтому решили провести масштабную ярмарку вакансий, чтобы соискатели могли лично пообщаться с работодателями и не только. У нас организована сегодня консультация юриста, психолога, консультация по миграционным вопросам. И сегодня мы пригласили сотрудников МФЦ, многофункционального центра, который оказывает государственные услуги. И сегодня граждане могут подойти в этот мобильный центр, задать все вопросы и более того, подать заявление на организацию каких-то документов. Зачастую людям приходилось уезжать из дома в спешке, хватая, что под руку попадется. Так в феврале бежала из Краматорска и Елена Мухина. На родине женщина руководила общественной организацией. В Курске готова трудиться администратором в стоматологии. А только по заплате что обещают? Ну, оклад сказали 21 тысячи. Ну, обыкновенный, стандартный в этом регионе. Вопрос сейчас стоит в том, насколько мы сможем вернуться когда-нибудь домой. Если в течение полугода мы сможем вернуться в Краматорск, то есть смысл здесь поработать пока временно, пока все уляжется. А если уже дома не останется никакого, тогда здесь что-то надо будет делать постоянно и что-то другое. Но возвращаться домой готовы не все. Мы планируем остаться здесь, получить гражданство, найти здесь стабильную, хорошую работу. Работал я на работнике Азовсталя, работал я в конвертном цехе, дежурный кислородчик цеха. Профессия у меня слесаремонтник. Сейчас поиски, достойная работа. В ярмарке приняли участие 15 работодателей региона и предложили соискателям 65 вакансий. Это больше 500 рабочих мест. Продолжим выпуск. Исполнили бюджет с плюсом. Доходы Курской области в прошлом году значительно увеличились и составили более 97 миллиардов рублей. Госдолг региона сократился почти на 25%. О том, как распорядились казной, говорили на публичных слушаниях в Курской областной думе. Профицит бюджета в 2021 году, а это почти 9,5 миллиардов рублей, позволил запланировать в этом проведение дополнительных работ по благоустройству. Традиционно почти 70% денежных средств направляют на социальную сферу. Основные поступления в бюджет налоговые. Доходы увеличились на 3,7% по отношению к запланированным, а расходы наоборот уменьшились и составили чуть меньше 88 миллиардов рублей. К предыдущему году, 2021, надо быть благодарным. Надо было быть благодарным тем доходам, которые у нас сложились. Это был прорыв за последние 20 лет, это как минимум. И бюджетная система справилась с дополнительными доходами в том плане, что мы сделали очень много новых проектов, социально направленных проектов. То есть, если говорить, выполнили мы те планы, которые планировали, да, конечно, мы их выполнили. Мы их не то что выполнили, мы еще заложили фундамент для нового. Разница в доходах и расходах областной казны со знаком «плюс» позволила уменьшить госдолг региона и полностью погасить коммерческие кредиты. Глава города Курска Игорь Куцак провел традиционный рейд по проблемным точкам города. В этот раз он осмотрел ряд адресов в Центральном округе, по которым чаще всего поступали жалобы горожан. Внимание мэра привлекли аварийные деревья, мусор, ямы на дорогах, отсутствие парковочных мест. По решению каждого вопроса даны поручения. Сегодня первая точка у нас – это улица Запольная, детский сад, достаточно много обращений. Родители воспитанников детского сада номер 71 беспокоят дефицит парковочных мест возле учреждения. Место стоянки у входа – аварийные деревья. Здесь только около жилого дома. Буквально вот за территорией, за ограждением, я говорю, 15 метров и жилой дом находится. За ограждением детского сада действительно находятся два сухих дерева, ну а не полусухих дерева таких, которые нуждаются в спиливании. Игорь Куцак поручил их спилить, а вот вопрос по благоустройству территории пока открыт. Управляющая компания проведет собрание с местными жителями. Они выберут, что будет возле их дома – тротуар или ограждение. Следующая точка маршрута – Хуторская 51А. От местных жителей поступали жалобы на недостаточное количество контейнеров и мусора вокруг них. Глава города распорядился благоустроить площадку. А на Кировском мосту от потока воды провалился асфальт и ливневая канализация. К решению этого вопроса подключили комитет дорожного хозяйства. Мэр рассмотрел и набережную Утиный остров. Ее он застал в нелучшем виде. Разбросаны мусор, сломанные лавочки, заросшая прибрежная зона реки Тускарь. Сегодня же приведем рабочую встречу с собственником бизнеса, который находится рядом. Это как раз тот вопрос социально ориентированного бизнеса. Для того, чтобы бизнес содержал в надежащем состоянии территорию, которая прилегает к его зданию. Своевременная медицинская помощь на новом оборудовании. Первичное сосудистое отделение Курской БСМП приступило к работе после капитального ремонта. Там уже провели первые операции, оказали помощь тяжелым пациентам. Навестил их заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. Этот сосудистый центр должен был открыться еще в прошлом году, но ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы. Теперь здесь оказывают помощь даже самым тяжело больным пациентам. Один из них – Александр Кузьмин. Мужчина пришел с работы, почувствовал недомогание, пытался перетерпеть, но родные вызвали скорую. Врачи признаются – чудом успели спасти своего пациента. Это беда, вот вы правильно сейчас говорите, нельзя так делать, потому что вы же видите, современное оборудование, современные люди, современные врачи, профессиональные врачи, все могут сделать, а если подумают, пронесет, то он может в следующий раз ехать на работу и не доехать до нее просто. Всего на модернизацию сосудистого центра за два года ушло более 200 миллионов рублей, в том числе и с федерального бюджета. Только на покупку ангиографа было потрачено свыше 57 миллионов рублей. Теперь для оказания помощи пациентам здесь открылись огромные возможности. Это лечение коронарной патологии, лечение острых ситуаций, острого инфаркта миокарда, это лечение нейропатологии, стентирование сонных артерий, если нам удастся запустить программу острого инсульта. Также мы можем оказывать помощь гинекологическим пациентам, в частности остановке послеродовых кровотечений. Но новые технологии не снимают ответственности из самих пациентов, уверены врачи. К здоровью необходимо относиться внимательно, не откладывать поход в больницу в долгий ящик, ведь последствия могут быть фатальными. Возможность при остром инфаркте миокарда, у нас есть окно свободы, окно жизни, так можно сказать, даже три часа, когда мы можем пациента при диагностировании его инфаркта миокарда привезти сюда, поставить стенд и никаких последствий для сердца не будет и для пациента. Всего за несколько дней работы в сосудистом центре врачи успели оказать помощь уже восьми пациентам. В курских школах начали работу лагеря дневного пребывания. В областном центре для детей распахнули свои двери 60 учреждений. Как организован отдых и что нового и полезного ребятам готовы предложить в этом сезоне в нашем следующем сюжете. Некоторые ребята расставаться со школой не захотели даже на время летних каникул. Еще бы, программа насыщенная и распорядок дня расписан по минутам. Педагоги говорят, чтобы отдых в школьном лагере был не только интересным, но и полезным. Каждый день придумывают для детей что-то новое. В этом году у нас добавился такой лингвистический аспект. К нам приходят на практику студенты ЮСГУ. Они все лингвисты. У каждого свой профиль. Кто-то владеет китайским языком, кто-то испанским, кто-то итальянским. И они рассказывают ребятам вообще историю, культуру этих стран. Спортивные соревнования, театральные постановки, мастер-классы. А в Международный день русского языка в 61-й школе имени Петра Михина организовали тематическую викторину. Очень нравится. Потому что если бы я просто не ходила в лагерь, то я бы ничего не делала бы у меня. А тут столько всего интересного. Мы сегодня учили итальянский язык. Мы учили свои имена на итальянском. Это дождь, что-то свое будет? На чета. Для тех, кто не любит долго сидеть на одном месте, главная точка притяжения – бассейн. Кто не умеет плавать, научат. Ведь когда, как не летом, пробовать что-то новое. И для дыхательной системы, и для сердечно-сосудистой системы полезно. Также поддержание, в принципе, тонуса мышц всего тела. Но больше сейчас лето, отдых, как бы все направлено на развлечение. Чтобы детям было хорошо, комфортно, чтобы они счастливые и приходили домой. Впервые за два года летняя оздоровительная кампания стартовала без коронавирусных ограничений. Всего лагеря дневного пребывания в курских школах смогут посетить около 8 тысяч ребят. Чтобы разнообразить программу, подключились и учреждения дополнительного образования. В настоящее время все лагеря прошли проверку, приемку, так называемую. В них созданы все условия для безопасного нахождения детей. Работают специально обученные вожатые, педагогические отряды. Уже начали свою работу загородные оздоровительные учреждения «Орленок» и лагерь «Ульяны Громовой». Продолжает действовать и программа туристического кэшбэка. Родители смогут вернуть 50% в стоимости путевки. Символ подвига и самоотверженности. Курску как городу воинской славы вручили памятный меч победы. Это инициатива председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В торжественной церемонии приняли участие первый замгубернатора Алексей Смирнов и глава Курска Игорь Куцак. На церемонию были приглашены сенаторы, представители Минобороны, губернаторы и мэры городов и, конечно, ветераны Великой Отечественной. Меч победы для города воинской славы Курска получил его глава Игорь Куцак. Изготовили меч уральские оружейники из высоко легированной златоустовской стали. Его украшает растительный орнамент и дарственная надпись. А на другой стороне высечены слова Александра Невского. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Это важный шаг для сохранения нашей памяти, для увековечивания нашей славы, для передачи эстафеты нашим детям и внукам, уважения к нашим предкам и поклонения их великому подвигу. Передача мечей победы стала одним из знаковых событий года, символизирующим вклад в победу фронтовых и тыловых регионов в годы Великой Отечественной войны. А это были события недели, какими их увидели корреспонденты нашего телеканала. С наступающим праздником! Берегите себя, всего вам доброго и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова